Вот он на связи, сегодня я пригласил чат GPT поиграть вместе с нами в Гаррис Монстр Рост РП на сервере от ЮРФ Закат Республики, ссылки на которые будут в описании. Поддержите этот необыкновенный видеоролик своим лайком и комментарием, а канал подпиской, желая приятного просмотра. Огромное количество людей уже играет на The Strongest Batch. А ты еще нет? Масштабное сражение клонов и дроидов. Ситхи и джедаи. Даже мирная жизнь. Все это ждет тебя у нас. Ты не только сможешь получить нереальные эмоции от наших масштабных ивентов, но и найти новых друзей и сыграть за своего самого любимого персонажа из Звездных Войн. Присоединяйся к нам. IP и ссылки в описании. Я пригласил поиграть вместе с нами в Гаррис Монстр Рост РП чат GPT. И в целом он согласен, вот что ответил. В общем-то, так как мы люди воспитанные, давайте сначала узнаем предпочтения нашего искусственного интеллекта. Что он любит? Боевые сцены, а кому они не нравятся? Ролевая игра, собственно мы этим и будем заниматься. Командные битвы и так далее. Силовые способности и джедаи. А вот пользователи силы меня всегда интересовали. Давайте за него мы и поиграем, раз настаивает на этом чат GPT. Я убежден, что если брать на себя такую ответственность как джедай, надо придумать ему какое-нибудь оригинальное имя. Я могу придумать оригинальное имя для джедая. Вот несколько идей. Ивандор Кайрос, Аурелиус, Темплейн, Терафина, Румстар и другие. Ну если Ивандор Кайрос, так Ивандор Кайрос. Пусть так и зовут. Так, я на базе Великой Армии Республики. А чем мне-то заняться? Привет, джедаи. Я приветствую вас. Меня зовут Ивандор Кайрос, бойцы. Рад с вами познакомиться. Сердечно рад. Спасибо, что встретили. Уже встречаю джедая Ивандора Кайроса. А чем ему-то заняться? Оби-Вану передают привет. Я вам что, посыльный что ли? Что там предложит наш чат GPT? Что там он предложит, я не уверен. Зато знаю, что я могу вам предложить большой подарок. Нажимаете кнопочку F4, заходите в донат. Затем нажимаете ввести промокод. И прописными английскими буквами, как я сейчас, пишите мое имя Отто. Затем активировать. Ивандор Кайрос великое имя для нашего джедая. Для его участия в Великой Армии Республики есть несколько способов, как он может быть полезен. Обучение воинов, разведка и разрушение и так далее. А вот разведка и разрушение мне нравится. Знаете, давно я приметил этот бар. Вот думаю, разрушить его или нет. Приветствую. Я вас приветствую. Вот рассуждаю здесь, что с баром делать. А что не так? А вот вы знаете, с одной стороны дело это хорошее. Встречаются бойцы, веселятся, отдыхают. А с другой, бывает, так напьются, и драки их не остановишь, если вы понимаете, о чем толкую. Да, да, понимаю. Давайте спросим, что думает чат GPT. Отставить бар или разрушить его зависит от цели и приоритета Великой Армии Республики. Вот несколько аргументов и вариантов, которые можно рассмотреть. В конце концов, можно преобразовать бар вместо встречи и общения, сохраняя при этом тонус безопасности и отслеживая использование ресурсов. Ну, вообще, я с ним согласен. Аргументы действительно весомые, тогда отправлюсь, пожалуй, я на разведку. Вот только не знаю, отправляться одному или взять с собой какого-нибудь клона. Там, из 501-го или 327-го. Отправиться ли Эван Дору на разведку в одиночку или в компании клонов, зависит от нескольких факторов, которые следует учесть. Цель миссии, риски и безопасность, умение и роли. Важно также учесть мнение самого Эван Дора и его уверенность в собственных способностях и предпочтениях. Хороший Легион. Да, я с вами совершенно согласен, но вы знаете, всё-таки мне 212-й батальон кажется получше. Поэтому я спрошу, если он уж действительно такие аргументы привёл, советы, не против ли он, если я возьму бойца 212-го батальона. Взятие с собой бойца 212-го батальона может иметь свои преимущества. Вот некоторые из них. Боевой опыт солдата, защита и поддержка джедая, умение и специализация бойца, командная связь. Вот я о чём и говорил. Бойцы 212-го батальона это настоящие солдаты, которые отменно выполняют все миссии. Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы показали, где здесь бойцы 212-го батальона. Хорошо. А, так вот они, собственно. Ну, нам пожелали удачи. Я сейчас выберу одного из бойцов 212-го батальона. Мой выбор будет довольно тщателен и взвешен, потому что на такую миссию нужен действительно опытный боец. Так, так, здравия желаю. Скажите, вы сейчас возглавляете это шествие? Так точно. Как я могу к вам обращаться? Мастер-сержант Вертушка. Мастер-сержант Вертушка. Хочу вас обрадовать, потому что пал выбор на ваше подразделение. И я наслышу на храбрости, смелости, на тренированности бойцов 212-го батальона. И прямо сейчас один из ваших головорезов, извините за подобные эпитеты, мне необходим для разведки без боя. Мастер-сержант Вертушка, без боя. Самый тихий из ваших солдат, самый профессиональный. Будьте добры, выделите одного из них. Позвольте мне выбор, пацаны, для вас не заделись. Да, мастер-сержант, я думаю, полковник вполне заслуживает сделать выбор. Итак, подошел полковник, как командир подразделения, пусть, естественно, сделает выбор он. Часто 77, где-то сгенерал. Так точно, сэр. Итак, пройдемте, боец. Благодарю вас, полковник, за содействие, а республика не забудет вас. Пройдемте, боец. Насколько я понимаю, вы являетесь профессиональным сержантом. Сержантский состав. Довольно неплохо. Итак, сержант, как я могу к вам обращаться? Мой позывной Торф. Ваш позывной Торф. Меня зовут Эван-дор Кайрос, мое имя, боец. Можете обращаться так. В общем, сегодня мы отправляемся с вами на разведку, но без боя Торф. Я знаю, может быть, вы любите пошуметь, но не в этот раз. Хорошо, генерал, сэр, я вас понял. Желаю вам и вашей команде удачи в этой миссии. Итак, мы с Торфом отправляемся. ЧАД, G5, искусственный интеллект. Удачи нам пожелал. Пожелайте удачи и вы. Мы почти уже дошли до базы. Тут буквально еще 300 метров, и она будет. На 250 по Азимуту. На 250 по Азимуту, говорите? Да, все, ориентируюсь теперь примерно. Итак, мы подобрались к базе. Что, диверсант сзади вас? Дройцер и Бейкс. Кажется, он нас заметил. Черт, сэр. Да, в самом деле. Мерзавец заметил. Черт. Нет. Жалкий ублюдок. Да, такого развития событий я не ожидал. К сожалению, нашего друга прикончили, а меня поленили. Я не знаю, что... Что посоветую чат G5, но надеюсь, что-то стоящее. А что вы, собственно, хотите? Вы думаете, я не могу свернуть ваши... Ваш металл убежать? Вы не понимаете, что я с вами играюсь? А ты попробуй выдержать гранатку чуть-чуть, не надо. Я твою гранатку могу силой мысли засунуть тебе туда, откуда, собственно, она вылезла, если ты понимаешь, о чем я. А ты не понимаешь, о чем я, естественно. Хотя бы вот эти вот туда именно надо отрезать. Видимо, этот идиот не понимает, что для моей расы это вполне норма. Ну, нацист, что сказать. Пришла пора спрашивать совета у искусственного интеллекта, пока это не обернулось чем-то страшным. Сожалею, что ваша миссия не пошла по плану и вы были поленены. В подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и принимать рациональные решения. Оставайтесь терпеливыми и сохраняйте надежду. Ну, сопленников у меня нет, если так можно выразиться. Остается действительно, не говорите лишнего, чтобы эта мразь меня не отрубила. Значит, мои вот эти вот кудри, мои вот эти штуки. И надо попытаться связаться с базой. Или, например, послать силой мыса, телепации сигнал другому джедою. Но передать мне стыканье в КПК. Поздно, дружок. Сообщение я уже послал. Надеюсь, с вами скоро разберутся. Да, много тут гадин собралось. Хочешь подзаработать? Допустим, да. Мы продаем вот этого оцминога за 60, за 50 тысяч. Хотят меня продать, какие дурачки. Они действительно думают, что Великая Армия Республика пойдет на какие-либо сделки с этими маргиналами. Я слышу какие-то выстрелы. Не знаю, пришла ли за мной помощь. Или, может быть, эти идиоты начали друг с другом перестреливаться. Возможно, все. Потому что у них не такой-то интеллект, как у нашего искусственного интеллекта. А, ну, такой. Такой слабенький. Сами понимаете, о чем я. Так, я что-то слышу. А-ха-ха-ха. А-а-а, вот и вы, сержант. А я-то думал, мерзавцы вас прикончили. Что стряслось-то с вами? Ужас происходил. Через кровь, пот. Через кучу тротила я добрался до вас, генерал. Да, благодарю вас, Плокун. Благодарю. Да, идти могу, но они хотели мне отрезать части тела. Подождите, они куда-то дели мою рукоятку. Возможно, кто-то из них ее украл, чтобы сбыть на черном рынке. Сейчас, ладно. Да, тут целый орден джедаев прибыл на мое спасение. Благодарю всем, друзья. Благодарю. Фух. Вы не представляете, с какой мерзостью я имел дело. Но сержант видел их. Да. Самое главное, что вы чувствуете. Конфедераты это... Эвакуируемся отсюда пешочком, но эвакуируемся. Искусственный интеллект, не ошибьте, когда сказал ждать и не волноваться. Фух, мы вернулись на базу. Я думаю, самое время сообщить искусственному новому интеллекту, что меня спасли. Надо спросить, а как, собственно, отблагодарить орден джедаев? Замечательно, что вас удалось спасти из плена другими джедаями. Отблагодарить их можно несколькими способами. Личное выражение благодарности, оказать им помощь, поддержать и уважать, сделать подарок. Я совершенно согласен с чатом GPT, поэтому я думаю, стоит это все скомпилировать в такую одну большую благодарность. Мейс Винду, я знаю, что вы и без того довольно занимаете высокое положение. Но, пожалуйста, в качестве благодарности, примите от меня хотя бы какую-то рекомендацию высшему командованию. Все-таки я вам настолько благодарен, что действительно готов оказать всяческую помощь. Благодарность, это мой долг. Я вас всех сердечно благодарю, друзья. С вашего позволения мы вместе с сержантом отправимся переговорить. Конечно, конечно. Еще раз вас всех благодарю, сержант, пройдемте. Надо сказать, сержант Торф, что я даже и не подозревал о вашем таком, что ли, как это назвать-то, здравия желаю, профессионализме. Я не думаю, что вы способны, здравия желаю, на самом деле пережить такие трудности. Действительно, вас попали множество раз, а вы вот здесь передо мной живой. Может быть, вы раскроете секрет своей живучести? Ну, бронепластины, которые предоставляет нам республика, очень помогают в битвах. Да и в целом, во всех сражениях, в которых мы участвуем. Я не думаю, что я настолько профессионал, как обо мне говорят все мои братья, как обо мне говорите вы, сэр. Я думаю, что мне стоит еще набраться опыта. Мне есть еще куда расти, сэр. Но все-таки, сержант, пройдемте к вашему командующему. Я действительно хочу вас посоветовать. Я думаю, он в казарме. У него много дел, бюрократия там, документация всякая заполнять. Давайте туда и пройдем. Только я что-то неважно себя чувствую после стольких... Стольких плазм, которые в меня попали. Ах, ну если так, вы бы сказали, сержант, можете отправляться в медблок, а я в таком случае подойду к нему сам. Так точно, сэр, благодарю вас. Я вас тоже, только не задерживайтесь сразу в медблок. Такие бойцы, как вы, должны еще послужить республике. Так точно, сэр. Действительно, боец оказал громадную помощь мне лично. И я думаю, бар, как правильно сказал, искусственный интеллект не стоит сносить, разрушать. Возможно, какие-то реформы подпринять. И тем не менее, все вышло довольно хорошо. А вот и 212 батальон. Аха, вот, собственно, и он. Здравия, сэр. Вновь здравия желаю, полковник. Вы знаете, я бы хотел выразить вам громадную благодарность за таких бойцов, которых вы натренировали. Ваш сержант, это нечто. Если вы вдруг не знали, меня, к сожалению, похитили. Вы знаете, когда это происшествие случилось, он был рядом со мной. Но я и думал, его убили. А он на самом деле быстро прибежал сюда на базу, вернулся обратно. Будучи тяжело раненым. Доложил об этом ордену джедаев. И они уже провели спецоперацию по возволению меня из плена. Благо все банды! Вооруженные разбойники из конфедерации независимых систем были ликвидированы. Боец сейчас находится в лазарете. Вы знаете, я хочу вам искренне... Я искренне настаиваю на том, чтобы вы действительно выдали ему, может быть, премию, медаль или повышение звания. Это действительно боец стоит того. Я его повышу до штаба сержанта генерал. Благодарю за теплые слова в адрес моих бойцов. Я стараюсь над их обучением. Полковник, я еще раз выражаю вам благодарность. Я крайне рад, что 212 батальон дает Великой Армии Республике таких воинов. Желаю вам удачи. Но мне, к сожалению, надо уже отходить. А вот, если не ошибаюсь, кстати говоря, ваш новый штаб-сержант Торф. И вам удачи. 212 батальон, желаю вам еще раз удачи. Мне надо отбывать. Спасибо вам большое, сержант. Да пребую с вами сила, генерал. Хороший, однако, боец. Не ошибся, когда взял его. У меня от этой концовки смешанные эмоции. Давайте спорщим чат Джипити, что он о ней думает. В заключение, можно сказать, что хотя основная миссия была провалена, результаты имеют свои положительные стороны. Важно помнить, что даже в случае неудачных миссий или препятствий есть место для роста, улучшения и извлечения уроков. Важно оценить героические поступки и усилия, которые были проявлены, и стремиться к прогрессу и развитию в будущих миссиях. Да, но он подошел к этому более философски, и в целом я согласен с ним. Кстати говоря, идеи с чатом Джипити вы можете оставить в своих комментариях. Самые интересные я обязательно реализую. И не забывайте, что мы играли в Гаррис Монстр Рост РП на сервере от ЮРФ Закат Республики. Ссылки и бонусы на которые ждут вас в описании. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok